Две бронзовые, одна серебряная и, наконец, абсолютная победа в личном зачете. С такими впечатляющими результатами уже приезжает пятая делегация российских олимпиадников. Сегодня, 8 августа, уже по сложившейся традиции, юных, одаренных школьников, в этот раз географов, встречают в аэропорту. Сегодня в Домодедово. Их встречают родители, друзья и, конечно же, члены Ассоциации Победителей Олимпиад. От школьного этапа «Сероса» до международного турнира шаг за шагом Алин Каспанов покорял олимпиадную вершину. Так он добился абсолютной победы и звания лучшего юного географа. Вместе с ним в команде российской сборной участвовали Ольга Богданова из Москвы, которая привезла серебро, и Вячеслав Боголюбский из Челябинской области, Михаил Селюгин из Пермского края, которые привезли с соревнований бронзовые медали. Тренировали будущих медалистов сотрудники географического факультета МГУ. Павел Кириллов, руководитель сборной, а также Никита Мозгунов и Алексей Наумов. У нас впервые абсолютный победитель по общему количеству баллов. Да, у нас там вручается на международной олимпиаде от 12 до 16 медалей, но с учетом рейтинга у нас никогда не было первого, абсолютно первого места лучшей золотой медали. В этом году, вот это вот впервые, до этого лучшие достижения было третье место на международной олимпиаде. Маловажно, что появилась региональная олимпиада, в которой очень интересно и очень полезно участвовать. Например, это международная олимпиада от Балтийских стран, в которой Олен принимал участие уже несколько раз, которая тоже помогает, помогла не только Олену, но и другим ребятам подготовиться к международной олимпиаде по географии АйДжею. Нельзя умалять заслуги региональных компонентов. Школьники устали после долгого перелета и не привыкли к такому вниманию со стороны журналистов, но охотно поделились своими историями, эмоциями и практическими советами для тех, кто тоже хочет добиться подобных результатов в учебе. Я поступил на геофак МГУ, ну, естественно, по олимпиаде. Для олимпиады, чтобы ее выиграть, можно не только самым учиться, самостоятельно, но еще и обговаривать свои знания со своими друзьями, какими-то другими олимпиадниками, учителями, то есть коммуницировать. Ну, вообще, мне кажется, география зиждется на картах, и поэтому основное, что ты должен знать, это атлас. Мне кажется, это самый интересный, самый информативный и самый лучший источник знаний и побед для географии. Это кролик, безымянный просто, но просто этому кролику больше лет, чем мне. Я его помню, сколько я себя помню, и всегда с ним езжу во все путешествия, на все соревнования. Я считаю, что он мне приносит удачу. А впереди юных географов ждет студенческая жизнь и, надеемся, покорение новых высот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова